Наши корреспонденты в информационной программе события не раз рассказывали о телефонных мошенничествах, махинациях с банковскими картами. Но, к сожалению, число пострадавших от злых умыслов мошенников, как в нашем районе, так и за его пределами, не уменьшается. Как нужно себя вести, если вдруг выбор любителей легкой наживы пал именно на вас, расскажут Сина Копачевская и Александр Косицын. Звонок на мобильный телефон, сообщение о том, что родственник в беде, попал в полицию или в ДТП, в котором пострадали люди. Затем требования о переводе денежных средств на банковский счёт через терминал для улаживания конфликта. В основном такой простой схемой пользуется большинство мошенников. Самый страшный вариант – это, конечно, когда звонят потерпевшему заявителю на телефон, говорят, что мама – это я, меня взяли с марихуаной, с наркотиками, или я сбил человека, нужны деньги, чтобы решить вопросы. Потом берёт руку другой человек, представляется сотрудником полиции, ведёт себя нагло, дерзко, без торга. У них такса жёсткая – это 150 тысяч рублей. У нас за один день 8 человек пострадало в городе. В Краснодарском крае общий ущерб от мошенничества за 6 месяцев этого года составил более 580 миллионов рублей. Из них удалось возместить пострадавшим всего 14 миллионов рублей. В отдел МВД России по Славянскому району также регулярно поступают заявления от жителей, которые стали жертвами подобных мошенничеств. Их более 300 только за этот год. По общим подсчётам, жители нашего района понесли ущерб на сумму около 12 миллионов рублей. Они расследуются. Мы вычисляем, где находятся места обналичия денежных средств. И материалы отправляем туда с согласованием прокуратуры для дальнейшего расследования. Одна из тех, кто попалась на безжалостные уловки мошенников – Галина Баранова, жительница Славянска-на-Кубани. Женщина признаётся, что не раз слышала о телефонных мошенниках по телевизору. И никогда не думала, что сама может оказаться их жертвой. Раздаётся звонок по телефону. Голос мужской, такой не то, что солидный, а такой вот требовательный голос, как вот милиция с нами разговаривает. И говорит, ваш сын попал, ой, не попал, а вашего сына остановили на посту ДПС, и у него нашли наркотики. Сразу, конечно, шоковое состояние. Я говорю, мой сын не наркоман, он не употребляет наркотики. Без паузы тут же, да, он не наркоман, мы его возили на свидетельствование, он не употребляет. Но он вёз там такому-то там Потапову. Вы его знаете? Я говорю, нет. Ну, правда, сработало. Я говорю, дайте мне его, я хочу с ним поговорить. Рыдающий голос такой в трубке, мама, милая, спаси меня, мне грозит срок. Как любая мать, Галина испугалась за сына. И в тот момент она готова была отдать что угодно. Взяв накопленную сумму денег, Галина Баранова направилась к ближайшему банкомату. Я говорю, сколько требуется? Он говорит, 150 тысяч. Я говорю, у меня нет таких денег. Он мне опять говорит, может, у вас есть на сберкнижке или на карте. Я говорю, у меня нет ни на сберкнижке, ни на карте. А сколько есть? Ну, есть вот 50 тысяч, что я приготовила заплатить кредит. Он мне говорит, ладно, меня это устроит. Вы сейчас телефон не отключаете, едете до ближайшего Сбербанка, подходите к банкомату и ложите, я вам продиктую номер телефона, вы на этот номер телефона положите эти деньги. Мошенники поступают очень хитро. Не дают человеку опомниться, просят оставаться на связи и стараются заговорить человека. В это время у жертвы нет возможности проверить, где находится родственник. Находясь в шоковом состоянии и под психологическим давлением, потерпевшие дают большие суммы денег в руки мошенников. Ну, там, видимо, люди на это тренируются, потому что голоса поставлены очень, вот, знаете, так конкретно. Отвечают они на любой вопрос, они отвечают без запинки. То есть никакой паузы, никакого замешательства. Вот на каком посту? На посту Новороссийска, они говорят. И тогда уже вот дайте мне сына, сейчас я дам ему трубку. Хотя вот потом, ну почему не спросить, пусть он мне со своего позвонит, что в этом такого. После того, как Галина Баранова стала жертвой мошенничества, прошло два месяца. А недавно она ещё и стала свидетелем такого же преступления. Только сумма в этом случае была в два раза больше. Увидев плачущую женщину возле банкомата с телефоном в руках, у Галины сомнений не возникло. На проделки мошенников попалась ещё одна жертва. Я подошла к ней и говорю, я говорю, женщина, не кладите, это мошенники. Она меня не слышит. Она вот как... Ну я понимаю, я сама так, как пространство. Никого не слышишь, не видишь. Ну я же поэтому и прошу. Я говорю, хотя бы сотрудник подошёл там какую-то кнопку, нажал, чтобы вот люди немножко пришли с себя, встряхнулись. Потому что вот как зомбируют по этому телефону. Мошенники постоянно усовершенствуют своё мастерство и придумывают всё более изощрённые способы обмана людей и выманивания у них как можно больше денег. По телефонному звонку им удаётся затуманить сознание в основном людей пожилого возраста, так как у них есть дети, внуки, и этот факт помогает им придумать историю с их участием. С недавних пор на удочки преступников попадается и молодёжь. Как правило, через интернет. Сайты с объявлениями стали новой площадкой для вымогательства денег, которые, к сожалению, в редких случаях можно вернуть обратно. Не надо кидаться на дешёвые предложения, на покупку автомобилей или другой техники. Это элементарный на 90% развод. Вы звоните, вас начинают вам рассказывать, что вот у меня очередь из людей, киньте предоплату. Человек начинает передавать предоплату, а потом ещё, 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 ещё. В итоге приезжают на указанный адрес, ни машины, ни клиентов, никого нет. Существует ещё много видов мошенничества. Это и случаи краж денежных средств с банковских карт. Мошенничество в отношении пожилых людей. Злоумышленники пытаются продать им различные товары непонятного происхождения. Все они не новые, и тем не менее, люди всё ещё попадаются на уловки аферистов. Не позволяйте себя обмануть. Проявляйте излишнюю подозрительность к незнакомцам. Если вы всё же стали жертвой мошенничества, немедленно сообщите об этом в полицию. Тина Копачевская, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова